Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Здравствуйте! И снова у нас в студии наушники. Сейчас будем знакомиться. Модель JMH01 от производителя с именем Joyo. Давайте не терять времени и начинать. Итак, Joyo. Кто это такие? Что это такое? В силу того, что мне не доводилось сталкиваться ни с одним продуктом от этой компании, сразу появились мысли о том, что это что-то такое неизвестное, непопулярное, ну со всеми вытекающими. Но загуглив это название, первой строчкой увидел joyoaudio.com, перешел туда и попал на совершенно вменяемый сайт, работающий, кстати, с 2018 года в обновленном виде, и увидел там кучу всего, что производит данный бренд. Ну вот полюбуйтесь, тут и гитарные усилители, и портативные микшеры, и микрофоны обычные беспроводные, и всевозможные контроллеры и примочки, и кабели, и тюнеры, и разные аксессуары, ну и, конечно же, наушники. Пусть всего парочка, но, тем не менее, они есть. Ну и сразу же некий момент сомнений притупился, а что-то вроде доверия вдруг появилось. Понятно, что это, так сказать, первичные эмоции, всё познаётся не по картинкам и сайтам, а в реальном применении, но опять же, если с презентации продукта всё красиво и аккуратно, то есть шанс получить и некоторое качество этого продукта. Ладно, дифферамбы в сторону. С Джою мы лично не знакомы, а то подумайте ещё не весь что. Приступаем непосредственно к этому инструменту и для начала читаем его описание. Профессиональные мониторные наушники, драйверы 50 миллиметров, сопротивление 32 Ома, чувствительность 99 дБ милливатт, частоты 15-28 тысяч Герц. В комплекте отстёгивающийся трёхметровый кабель и переходник на 6,3 миллиметра. И последнее, наушники имеют поворотную и складную конструкцию. Всё на этом. А теперь, как всегда, о том, на что мы обращаем внимание при выборе подобного оборудования. Вспоминаем первое, удобство ношения, второе, качество звучания, третье, громкость. Давайте по порядку. Надеваю, достаточно плотно, но при этом вроде бы мягко. Хотя долго в таких лично я вряд ли бы усидел. Но, как вы понимаете, это лично мои ощущения, плюс наушники абсолютно новые, не разношенные. Так что на мою реакцию можно смотреть слегка прищурившись и думать о том, где бы их померить самостоятельно. Качество звука. Опять же, здесь каждому своё, но моё ухо услышало то, что разборчивость в верхнем диапазоне маленько прихрамывает. Присутствует там некая зажатость, и вот если бы дать больше ясности и прозрачности в этом диапазоне, наушники точно бы ответили за свою цену. Кстати, на сегодня это 5000 рублей с маленьким хвостиком. И что касается частот внизу, то тут более или менее всё аккуратно. И, товарищи, всегда в подобных роликах напоминаю о том, что реальный звук точно отличается от записанного процентов на 25 в лучшую сторону. Так что не забывайте делать на это некую скидку. Ну и последнее, это громкость. Вообще без комментариев её здесь просто много. Ну что ж, давайте попробуем послушать, что у нас получилось на записи, а после посмотрим на картинки с замерами от нашего коллеги Романа Кузнецова, основателя лаборатории Reference Audio Analyzer. Там, как всегда, всё чётко и красиво. И самое главное, всё достоверно и понятно до миллиметра. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, а теперь внимание на экран. Смотрим и слушаем. Первым номером у нас всегда идёт чувствительность. Она равна 116,2 дБ или 109 по отношению к мощности, что соответствует описанию. Это на 6,4 громче, чем у 1229 моделей полноразмерных наушников, протестированных на данный момент компанией RAA. Наушники реально громкие и добавить к этому просто нечего. Номер два. Номер два. Сопротивление. В описании нам обещали 32 Ома. Приборы показали 29,8. То есть описание соответствует действительности. А небольшая утечка, сами знаете, куда распределяется. И последнее и самое, наверное, главное это АЧХ. Смотрим. Ну, собственно, как я и говорил, внизу всё более или менее нормально, а вот серединка и пару точек вверху припущены. Видимо, в этом и есть причина той самой сдавленности и непрозрачности, которую так хотелось бы иметь. В смысле прозрачность. Ну что ж, в итоге хотим, чтобы всё было идеально. Умножаем стоимость этих наушников на 3, 4, 5 и, что называется, не паримся. Если нет таких возможностей, на эти наушники вполне можно обратить внимание. Помним, что свой слуховой аппарат можно приучить к любому звуку. Я сейчас не говорю про какой-то полностью отвратительный. А фактор удобства, ну тут уже я повторял тысячу раз. Самый лучший способ это найти возможность лично померить изделие. Всё, друзья мои, закругляемся. Всем спасибо за внимание и всего доброго! Ну вот такие вот у нас джойо. Ну они 5 тысяч реально стоят. Вот стоит. Чуток бы звучок в верхушечке был пояснен. Ну может их этим можно ещё программно чуть-чуть всё-таки подэквалить. Ну кто его знает, может да, там RealFons и всякие всё подтянут, и может быть оно и ничего.